Где там мой бумажник? Мне, к сожалению, не разрешили взять ножницы в самолёт. Возьмите доллар и отрежьте этот краешек, не доходя до чернил, а теперь отрежьте другой краешек, но тоже не доходя до чернил. Эти две полосочки — это бюджет страны на научные исследования и разработки, а всё остальное — это нытьё про то, что наша экономика теряет своё положение в мире. Вы хотите получить моментальное решение? Вы не понимаете, как важно вкладывать во что-то, что окупится только через 50 лет. Вы хоть понимаете, какой был подъём культуры в 60-х? Всемирная выставка только об этом и гудела, о завтрашнем дне, о том, что мы летим в космос. Мы знали, что нам нужны учёные, инженеры и математики. Именно они создают новое будущее. Только так это и работает. Не мировая выставка сделала возможную эту атмосферу, а атмосфера 60-й сделала возможной мировую выставку. И это в 60-х, самую беспокойную эпоху США со времён Гражданской войны. Убийство, движение за гражданские права чернокожих, война в Юго-Восточной Азии, холодная война с Россией. И всё же мы нашли время, чтобы отправиться на Луну. Конечно, война была мотиватором, но наша экономика воспряла. ВВП в период с 50-х по 60-е сделал самый большой скачок на протяжении десятилетия, по сравнению с тем, что нас ждало дальше. После 60-х изменения в росте ВВП продолжают падать. И все будто не понимают, в чём дело. Ой, чтобы поднять ВВП, надо профинансировать этот завод или вон то предприятие. И все мыслят этими мелочами, не замечая слона в комнате. И страсть к космосу разбудила не только нашу экономику. Она сделала нечто большее. Посмотрите на эту фотографию. Это самая узнаваемая фотография за всю историю. Восход Земли над поверхностью Луны. Сделано в 1968 году. Аполлоном 8. В 1968, в самом кровавом году, посреди самой неспокойной эпохи со времён Гражданской войны, было опубликовано это фото. Вы хоть понимаете, что до публикации этой фотографии никто даже не догадался рисовать Землю с облаками над ней? Все изображения Земли до этой фотографии это просто Земля. Забавно, но мы не считали облака частью планеты. Облака — это что-то отдельное. В 1962 году Рэйчел Карсон опубликовала книгу «Безмолвная весна». Многие экологи считают, что эта книга послужила началом движения по защите окружающей среды. Они ошибаются. Проще простого показать, что они неправы. Вы можете с помощью Гугла узнать частоту использования слов во всех публикуемых книгах за любой отрезок времени. И если ваш запрос будет на выражение «окружающая среда», это выражение будет всплывать, если окружающая среда вам не безразлична. И какова же была частота этого выражения в 1962, когда книга была бестселлером? Наблюдается небольшой всплеск, и снова им никто не интересуется. Но когда было опубликовано это фото, использование выражения «окружающая среда» утроилось в публикуемой литературе лишь после того, как опубликовали эту фотографию. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреон. До новых встреч! Продолжение следует...